Девушки отдыхают Начнем с коммунального моста. Одна из самых проблемных точек Красноярска. Ну, во-первых, почему произошло так? Потому что количество ям как-то увеличилось резко, буквально за два дня. По мосту стало невозможно в правом параполосе, что в одном, что в другом направлении проехать. Что случилось? Что произошло? Почему так? Действительно, то количество ям, которое образовалось на коммунальном мосту, они сегодня нам не дают спокойно смотреть на ту ситуацию в городе, которая есть. Потому что это для нас тоже не есть хороший показатель. Но вместе с тем, хотелось бы сказать, не в оправдание однозначно, о том, что продолжительный промежуток времени у нас в городе держались. Минусовые температуры до минус 30, крепкие морозы. Давно у нас таких морозов не было. И поэтому, конечно, после таких морозов резко идет потепление до плюсовой температуры. Будем так говорить, что у нас и человек тоже, который также в силу медицинских показаний, допустим, очень болезненно относится к давлению, тоже это чувствует. Поэтому здесь асфальт, тот, который есть, также имеет свои свойства технологические, которые он при таком перепаде нарушает. Но здесь другой вопрос. Конечно, сразу можно сказать, но все-таки вот недавно делали, да, и опять... Вы как раз встанете вопрос на СССР, потому что неоднократно. Конечно. Мост ремонтируют в прошлом году, по-моему, на моей памяти только два или три раза. Да, но мы еще раз говорим о том, что как у нас осуществляется ремонт коммунального моста. То есть у нас в основном, не в основном, осуществляется только ямочным ремонтом. То есть у нас последний раз капитальный ремонт моста, коммунального моста, проводился в 2004 году. Именно с реконструкцией моста, когда еще более затратные были вложения, это в 1996 году. Поэтому, естественно, все это происходит из-за того, что, конечно, нужны большие затраты, чтобы полностью откапиталить мост. И мы каждый год закладываем на ямочный ремонт, на содержание. Каждый год мы закладываем именно после, значит, зимнего периода на аварийный ремонт. К аварийному ремонту относится в том числе и холодный асфальт. То, что мы сейчас эту технологию будем применять и готовимся. Сейчас запускается завод именно для того, чтобы осуществить ремонт тех ям, которые есть. И, естественно, мы подводили итоги. И вообще этому вопросу тоже, для меня тоже это очень, будем так говорить, непростой момент, когда мы разобрались все-таки по всей технологии, значит, в том, допустим, мы проведили четкий анализ ямочного ремонта в 2014 году и в 2015 году. В 2014 году у нас, значит, порядка 2300 квадратных метров ремонт ямочного осуществлялся на территории моста, да? В 2015 году порядка 8000 квадратных метров. И мы сделали карту технологическую, которая показывает конкретные места, где был уложен асфальт ямочный, да? Вот, как говорится, сделан асфальт, в том числе и литой асфальт. То есть показывает тот анализ, который есть, те ямы, которые были сделаны в том году, значит, эти ямы, они не образовались. То есть на том месте... То есть сейчас образовались новые ямы, получается? Совершенно верно. Рядом те ямы, которые уже в том году не ремонтировались, не укладывался асфальт. То есть мост постепенно. Здесь мы отремонтировали, здесь стоит, здесь рушится. Здесь отремонтировали и так дальше по составляю. Да, и хочу сказать о том, что мы говорим о капитальном ремонте, имеется в виду, там технология укладки асфальта, несколько слоев, соответственно, обязательно гидроизоляция. В некоторых местах, где мы сейчас латаем, мы действительно видим основание, значит, нижнее, да, которое, конечно, там нужно по всем правилам технологического процесса и гидроизоляцию. Ее сейчас нет, и практически асфальт, он укладывается, и мы понимаем, что он недолго будет держаться в этом месте. Но вместе с тем мы посмотрели о том, что по этой карте, что в том году мы делали, это осталось. Вот технология, вы сказали, холодный или по-другому называют литой асфальт, она себя оправдывает, потому что, ну, не сильно верится в то, что при минус, допустим, там 10-12 градусов можно укладывать такой асфальт. Ну, здесь я не придумываю ничего, значит, до минус 10-15 градусов, значит, как правило, это и рекомендовано литым асфальтом работать. Он как раз и применяется, и у нас торги проведены как раз с учетом того, что мы предполагали, что нам, возможно, понадобится использовать этот асфальт. И, соответственно, мы рассчитывали, что, и рассчитываем, что эта технология нам на этот промежуток времени однозначно, ну, улучшит ситуацию на дорогах города. Ну, а кроме коммунального моста, что еще будет монтироваться? Ну, мы говорим еще по этой же технологии, да, соответственно, мы... Конечно, в ближайшее время, в ближайшее время. Чтобы тоже нужно время, да, и, конечно, уже учитывая, что идет понижение температуры, значит, вот мы проговариваем со специалистами, чтобы, если у нас все будет нормально по технологии, возможно, мы сегодня в ночь зайдем осуществлять ремонт и коммунального моста, но это мы дополнительно сообщим. Коммунального моста, значит, мост через Качу с Карла Марса на Белинского, это вот где у нас деформационные швы там, и граждане справедливо делают эти замечания. Кроме того, у нас, значит, улица Годенко, Октябрьский район, Свободный, Копылова, Высотная, Шахтеров, Партизана Железняка, Карла Марса, то есть, ну, в принципе, вот у нас сейчас поступили в 2.05 основные заявки от граждан, в том числе совместная работа у нас с ГИБДД проводится, где также, значит, инспектора нам сообщают об этой ситуации на дорогах, в том числе и департаменты транспорта, то есть, общественный транспорт у нас также двигается по дорогам города и не сообщает там, где места, где образовались вот эти глубокие ямы. Поэтому вчера мы с руководителями районных администраций, администрации мы эту ситуацию, значит, свели, да, ну, постараемся максимально то, что возможно и позволит температурный режим нам сделать вот именно ремонт такой аварийный в городе. Ну, смотрите, сколько предполагается отвести времени на этот ремонт? Мы с вами прекрасно понимаем, что через неделю начнется и Красноярский экономический форум, и движение будет уже абсолютно другим, на тех же улицах, при том, как раз вот там, где будет проходить ремонт, как мы говорили, да, мост через Кач, тоже, да. Сколько примерно времени отводите на все это? Ну, основные те образовавшиеся ямы, которые, да, есть на проезжей части, все-таки мы постараемся в течение недели их устранить. Ну, вот Вы сказали, что будет аварийно-восстановительный ремонт. Вот вообще в чем его-то отличие? Есть же несколько видов ремонта, да, вот именно аварийно-восстановительный... Аварийно-восстановительный ремонт, это как раз подразумевает вот в зимний период времени, либо в весенний период времени, когда вот только у нас, вот когда начинаются перепады температур, и, конечно, затраты на этот ремонт незначительные. А уже когда период летнего, летний ремонт у нас, дорог проводятся, это уже когда позволяет температуру уже, значит, горячим асфальтом заходить, делать, значит, обычный ремонт. То есть это уже в летний период. Сколько сейчас денег будет потрачено? Сейчас, исходя предварительно мне управление дорогой благоустройства, информацию дали о пределах около двух тысяч квадратных метров будет, значит, на этом участке будет, в таком объеме будет проводиться ремонт, ну, приблизительно до трех миллионов. Если говорить о капитальном ремонте, мы все прекрасно понимаем, что тот же коммунальный мост, как мы только что с вами, опять-таки, затронули, требует капитального ремонта. Он просто уже назрел, он необходим, во-первых, прошло уже почти, ну, скоро будет 12 лет, да, как последний капитальный ремонт, как вы и сказали. Ну, и мало того, уж, может быть, наверное, снять весь этот слой и заново его уложить, чтобы не вот так вот латать постепенно. Потому что я так понимаю, что если мы сейчас сделаем такой же ремонт, что летом мы будем продолжать делать такой же ремонт, и осенью мы тоже будем делать восстановительный ремонт. Я правильно понимаю? Правильно понимаю. Что с капитальным ремонтом тогда? С капитальным ремонтом ситуация следующая. Мы предварительно говорим о том, что мы расчеты делали, да, но в любом случае эти точные расчеты могут появиться, когда будет готова проектно-смертная документация. То есть в этом году заложены средства на проведение проектно-смертной документации. Как проектно-смертная документация будет сделана, да, проектировщикам, то есть будет объявлен конкурс, да, и, соответственно, цифры будут, значит, определены по сколько нужно средств на капитальный ремонт. Но приблизительно, мы говорим, это где-то обойдется где-то около 150 миллионов. Поэтому в любом случае, как я уже говорил, допустим, и мы сделали анализ, ямочный ремонт нам в том году обошелся по, ямочный ремонт обошелся в порядка 5 миллионов рублей по коммунальному мосту. В 2014 году порядка 2,5 миллионов. Поэтому здесь все равно разница есть. И, конечно, мы тоже, также я главе города докладываю, и глава города постоянно задачу ставить, мониторить эту ситуацию. Мы понимаем, что ремонт коммунального моста, он, в первую очередь, будет связан и с движением на четвертом мосту. Потому что если мы, значит, начнем ремонтировать, капитально ремонтировать коммунальный мост, соответственно, движение должно быть организовано в целом, да, с учетом движения четвертого моста. И, конечно, вот, допустим, если мы в этом году сделаем проектно-сметную документацию, если мы знаем, что сложно сегодня, значит, в целом финансовое положение дел, да. Но вместе с тем, либо в этом году, либо уже, как говорится, на следующий год мы уже будем готовы делать капитальный ремонт. Но в любом случае будем уточнять, исходя из финансовых средств. Но работа сейчас ведется? Ведется. Спасибо большое, что были у меня в гостях. Спасибо вам. Сегодня мы беседовали с первым заместителем главы Красноярска, руководителем департамента городского хозяйства Красноярска Игорем Титинковым. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok